В России вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти пытаются принимать неотложные меры для предотвращения новых смертей, и в ход идет обязательная вакцинация для работников отдельных отраслей, лотереи для вакцинируемых и другие. Русские жили так, словно они победили вирус. Но реальность взяла верх, отмечают журналисты Lenovo Observator. Еще недавно Владимир Путин сообщал о действенной российской вакцине Sputnik 5, эффективность которой, по данным авторитетного научного издания The Lancet, составляет 91,6%. Однако анонсированный российскими властями препарат, похоже, не оправдывает доверие жителей России, и многие из них не спешат прививаться. Между тем, цифры по заболеваемости ковидом неуклонно ползут вверх. Так, 12 июня в Москве появилось 6701 новых заболевших, в пять раз больше, чем несколькими днями ранее. Московский мэр 16 июня заявил о необходимости массовой вакцинации жителей столицы. Так, было объявлено о лотереи для вакцинируемых, в рамках которой будет разыграно пять автомобилей стоимостью около 1 миллиона рублей каждый. Кроме того, в Москве и Подмосковье приняли решение об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Хотя еще в конце прошлого месяца Владимир Путин говорил о том, что подобные меры излишни. Россияне продолжают с недоверием относиться к вакцинированию. Согласно апрельским данным Левада Центра, некоммерческая организация, выполняющая функции на агента, около 60% граждан страны отказываются от прививок. По мнению The New York Times, это происходит по причине недоверия к российской власти, а также из-за недавних высказываний ряда чиновников о победе над вирусом, что на деле оказывается далеко от реальности.